Взяли произвольный треугольник, совсем произвольный треугольник, вписали в него окружность, взяли центр этой окружности и посмотрели на такой угол. Докажите, что угол А и Б тупой. Больше его величина, чем в 90 градусах. Это еще одна бисектриса? Да, получается одна бисектриса. Точка пересечения О получается. Да. Мы проводим. Нет, нет, нет. Это все слишком сложно. Не надо уберить все. Что такое бисектриса? Бисектриса – это отрезок, который делит угол пополам. То есть ты знаешь, что сумма угол в треугольниках 180 градусов? Ну да. Скажи, пожалуйста, А и Б – это треугольник? Ну да, треугольник. Тогда какие у него углы? Ну, это… Какие углы у треугольника А и Б? А, В равен И, Б? Нет, конечно. По определению. Если ты знаешь угол треугольника А, Б, С, как найти хотя бы два угла треугольника А и Б? Вообще-то если вы нашли два угла, то и треугольник А. Да. Как найти угол? И, А, Б. Чему равен? И, А, Б равен 1, 2, С, А, Б. Напиши это. Просто альфа пополам надо написать. Здесь обозначать угол А, какой альфа. 1, 2, Б, то? Ну да. Теперь перед этим, перед этим, 180 минус это. Минус в скобках. Да. Что это такое? Ну, это угол А и Б будет. Да. Чему это равно? Это равно, ну, что это можно вынести за скобки одну вторую. Не надо. Нет, это мелкая алгебра, это нам неинтересно. Смотри, 180 градусов. Что такое 180 градусов? Это 2 альфа пополам, плюс 2 бета пополам, плюс 2 гамма пополам. Это 2 альфа пополам? Нет. Ну да, пополам. 2 бета пополам и 2 гамма пополам. Ну, получается, это са 3. Теперь двойки около альфа и бета са 3. Вот эти, да. И второй, вот. Это тождество. Так? Ну да. Теперь альфа плюс бета плюс гамма это 180 градусов, так? Ну да. Поэтому альфа пополам, плюс бета пополам, плюс гамма пополам это 90. Правда? Надо разделить на 2. Поэтому пиши равно 90 плюс гамма пополам. Градус. Ну что, больше 90 градусов? Все. Все. Это понятно, я не понимаю? Да. Это чисто алкоголь. Тебе не нужна здесь окружность, то есть окружность этого аппетита. Нет, здесь надо только бисектрис. Только бисектрис выслать. Акружность этого для вида. Теперь, пожалуйста, вы что-нибудь поняли? Я понял. Поняли, отлично. Теперь такой вопрос. Можно ли было это решить не по помощи такого обречения? Существуют ли у этой задачи без... То есть, во-первых, это правда. То есть, чтобы дойти вот этот угол, надо вычесть половинку этого угла и половинку этого, значит, действительно, здесь получается ответ 90 плюс половина гамма. Но можно ли было решить эту задачу вообще без вычислений? На самом деле, можно ли? Можно ли? Логически. На самом деле, можно ли. Давайте подумаем. Это вообще не разница? Нет, нет, без этих не разница. Посмотрим на эту картинку. Вот у нас есть окружность, у нас есть бисектрисы, все замечательно. Представим себе, что нас интересует вот этот угол. Да? Нас интересует этот угол. Что происходит с этим углом, когда точка С движется прямо по направлению к точке А, а точка В движется, наоборот, от точки А? А касание продолжается. Представьте себе, вот так вот проверили. Что происходит с углом? Представьте себе, точка В немножко задвинулась сюда, а точка С немножко задвинулась сюда. Потому что касаемо, он увеличился. Очевидно, увеличился. Точка В сдвинулась, поэтому направление придет сюда. Отлично. Но это нам неинтересно, увеличить неинтересно. А уменьшить, если наоборот, точка В надо сюда, правильно? Замечательно. Вот представьте себе, у нас какая-то тут точка В штрих, там где-то у нас возникла точка С штрих, да? Угол уменьшился. Можно ли его еще уменьшить? В какой момент его уже нельзя будет? В штрихе штрих параллельно АС. Совершенно верно. Давайте эту картинку отдельно рисуем. Представьте себе, что у нас осталась эта окружность. здесь точка В штриха приняла такое положение, что вот эти прямые параллельны. Может такое быть? Нет. Может. Замечательно. Как вы считаете, можем мы тогда разобраться с этим углом или нет? Вот там где-то в бесконечности точка С, то есть в предельное положение она, вот, ее нет, да? А до этого она была все время. Замечательно. Здесь сколько градусов? 90. Почему здесь 90? А очень просто. Мы проводим вот так и обнаруживаем, что вот эти вот углы равны, эти углы равны. Все понимают? И, соответственно, здесь действительно 90 градусов. Ну, а всегда, когда существует треугольник, этот угол тупой. Поняли? Так. Это объяснение. На самом деле, я еще знаю объяснение. Объяснение такое. Или не знаю. Немного. Думаешь, нет? Ребята, есть такой способ узнавать треугольник прямоугольный или тупоугольный. Способ заключается в следующем. Посмотрите сумму квадратов его сторон. Объясняю. Когда у вас есть прямоугольный треугольник, стороны А, В, С, то сумма квадратов, она какая? Уравна С. Равна? Да, равна С. Замечательно. А если треугольник будет остроугольный? Понимаете ли вы, что в таком случае А квадрат плюс Б квадрат будет больше, чем С квадрата? А если треугольник будет тупоугольный, то? Меньше. Меньше. Значит, чтобы доказать, что треугольник тупоугольный, на самом деле нам нужно доказать следующее неравенство. А и в квадрате плюс Б и в квадрате меньше, чем А, В в квадрате. Для таких теоремок косинусов, просто если вы напишите теорему косинусов, то, собственно говоря, там и будет условие на косинус вот этого самого угла, да? Хорошо. Можем ли мы нарисовать картинку, посчитать одну величину, посчитать другую, посчитать третью? На самом деле можем. Так, ребята, моя цель сейчас вовсе не получить еще одно решение этой задачи, а получить некое забавное соотношение. Давайте разбираемся. Когда у нас есть треугольник, нужно ввести какие-нибудь обозначения. разумные. Я предлагаю вот этот отрезок обозначить Х, вот этот отрезок Р, вот этот отрезок У. Пока все понятно? Ну да. Отлично. Что такое А и в квадрате по теорему космологии? Очевидно, это Х квадрат плюс Р квадрат. Что такое Б и в квадрате? Это Р квадрат плюс У квадрат. Что такое А, Б в квадрате? Это Х плюс У квадрат. То есть, х квадрат плюс 2ху плюс у квадрат. И получается, что нам с вами нужно доказать, что r квадрат меньше, чем ху. Потому что это забавная штука. Забавная штука. Оказывается, квадрат радиуса вписанной окружности всегда меньше, чем произведение вот этих вот отрезков касательно. Фактически, на самом деле, есть какая-то разница привести подобные. Вот я их привел. И почему? У вас уже r квадрат написано без приведенного подобного. Ну да, и вы знаете, получился r квадрат меньше ху. Да, и так получилось. Может кто-то из вас увидеть, почему это так? Почему r квадрат меньше, чем ху? Ну, потому что радиус параллельный ху будет меньше даже, чем х. Не понимаю. Радиус окружности, который параллелен ху... Не понимаю. Ну, здесь r выступает как высота, а r же... r меньше х и r меньше y. Почему? Это просто угольные треугольники. А треугольник не обязательно. Это вписанная окружность. И что? Почему это r меньше х? Кто-то здесь сказал. Нет, вершина может оказаться очень близка. У нас случайно вот эта точка может оказаться очень-очень близка здесь. Нет-нет, господа, смотрите. Мы взяли очень простую задачу. Взяли очень простую геометрическую задачу, которая шлютно, да, очевидно. Впрочем, доказывать эту нерависть я не умею. Нет, в смысле, что вот оно равносильно нашей задачи, а значит верно. Но выяснилось, получили забавное нерависть. Какой вы не можете доказать? Нет, ну что же не могу доказать? Я могу доказать вот так. Вот так, вот так. Вот оно равносильно нашей задачи. Продолжение следует...